В имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком», 7-й том, вопрос 1930-й. Когда читаешь творение святого Яна Златоуста, его высказывания против несправедливости и тогдашних правителей, то вовсе уж не получается, что он был кротким и молчаливым, и не давал сдачи. Почему же тогда он святой? Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. От ложного понимания кротости и скромности монахи подрисовывали такой образ к тени своей, что нужно только молчать и с любой сложью беспрекословно соглашаться, и только бы сучки и бревна не растормошить. Эти лесопильные заводы сегодня в каждой епархии. Не трожь, не суди, за собой смотри. А сами такое наворачивать, хоть святых выноси из епархии. Крещение совершают по канонам, а только бы прибыль была в денежном выражении. Галатам 2 глава 11 стих. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Эфесянам 5.11. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Афанасий А.Л. 18 января. Кавычки открыты. Афанасий, не вынося совершаемой несправедливости, не умолкая восклицал. Угасла правда, попрана истина, погибло правосудие, исчезло у судей законное расследование и осторожное рассмотрение дел. Разве законно, чтобы желающий оправдаться, содержался в узах, а суд всего дела был бы поручен клеветникам и врагам, и чтобы сами оговорщики судили того, на кого клевещут. Расстрельщики России и палачи. На что они посмели замахнуться? Екатеринбург встает уже в ночи. Спаси нас, окаянных Иисусе. Бог допустил, а может, повелел отнять помазанника, заключить с семьей. Рыкая, вышел краснозвездный лев, потом окажется всей пьянейшей свиньей. Не надо тужиться, а что бы, если кабы, рассматривая и сравнивая, как было. Цари израильские на таких ухабах теряли все и в плен брели постылы. Пророк Иеремия и Михей не храмы строили, но звали к покаянию. Аман на виселице, а не Мердахей. Премудрость Божия оправдана Писанием. Кронштадтский Иоанн громил Толстого, Саровский Серафим скрывался в келье. Народ зверел, не слыша Божьего слова, и недуховные по пьянке песни пели. Здесь умница епископ Иоанн в придуманном затворе затаился. Народ в заглот хватал Левиафан, кто понял до конца, о том молился. Игнатий Бринчаинов в глубине молитвенных сокранных размышлений на Волге вылупился лысенький пигмей, повытрясет на Божий свет их Ленин. Ни одного апостола в России, кто шел в народ, подобно как и Павел, уже террор, уже народ сбесился, был окаянство безраздельно правил. Кресты и купола перекосились, где вы, епископы, церковные князья. Бог в ярости отнял благую милость, так нужно проповедовать. Нельзя. Нельзя. Игла 9-го, 8-го, 0-3-го. Первый фенцелукийца 2-16.